И все, привет, ребят! С вами Сарбанька и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно замечательному, интереснейшему устройству, которое я один раз лишь в своей жизни тестировал, и то на спецаккаунте. Это устройство оглушающей, ой, обездвиживающей боеголовки, но по факту это устройство на оглушение на страйкере. И сегодня вместе с вами мы вот и станем с Хоппером, с Бустером. Ну и по ряду, как всегда, у нас тут 25, в принципе, в этом плане ничего у нас не меняется. На Хоппер, я думаю, что пока что можно оставить иммунитет от Эми. Сыграем пару боев. Один из них, это точно будет режим регби. Второй, я думаю, что можно было бы сыграть захват флага. Есть у нас те ребята, которые очень сильно хотели бы уже на протяжении долгого периода времени увидеть это замечательное устройство в действии, потому что с того времени прошло довольно длительный период. И вместе с вами сегодня мы все это дело затестим. Надеюсь, что получится довольно-таки круто и интересно. Ну а те ребята, которые смотрят видосы, вам они нравятся, не забывайте тоже их поддерживать лайком. Для меня это определенного рода всегда важный пункт в поддержке и в мотивации к записи новых видосов. Так, очень неплохую сразу же даем оглушающую ракету, но здесь меня, конечно, сливают и противник, скорее всего, может даже доставить. В чем же плюс данного устройства для тех ребят, которые не знают? Это устройство очень сильно похоже на охотника. Только здесь вот этот вот выстрел, который идет со сводкой, он оглушает противника. То есть, по сути, если у нас все будет качественно и правильно работать, и мы будем постоянно оглушать оппонента, у которого нет иммунитета от оглушения, то мы можем давать очень большое количество хороших, качественных киллов. Только вот единственное, пока что я уже столкнулся с первой проблемой, это то, что у противников есть целых два иммунитета от оглушения. А если у них есть два иммунитета от оглушения, то, соответственно, я со своими оглушениями уже их особо так сильно контрить не буду. Поэтому нужно как-то стараться что-то здесь предпринимать. Устройство очень, я бы сказал, универсальное, да, и далеко не везде оно будет работать и иметь смысл. Поэтому здесь надо как-то стараться его более качественно и грамотно реализовать. Здесь я смотрю, что Tesla меня довольно жестко контрит, при этом она уже здоровый сообщать и, соответственно, знает меня. Я буду сейчас стараться изо всех сил потеть и выигрывать этот бой, но я в свою очередь буду что-то здесь предпринимать. Мы 2.0 уже летим с хорошими сводочками, с неплохими оглушениями можно здесь всегда работать. Главное, чтобы, ну, меня особо жестко здесь никто не контрил. Если будет контрить, то, конечно, ничего хорошего, скорее всего, у нас вместе с вами здесь не получится. Так, вообще идеально было бы это, если бы я давал бы оглушение и потом после оглушения сразу добавлял дополнительный выстрел и уже с этого выстрела уничтожал оппонента. Тогда будет все работать вообще максимально четко. Вот, например, сейчас, да, даю оглушение и сразу бы там добавил бы выстрел по оппоненту. Ну, пока что где-то получается что-то сделать, где-то не очень. Так, ай, минус Harlow. Пробуем, пробуем сейчас доставлять. Пока что не все получается. Уже 3 минуты прошло, у меня, можно даже сказать, ничего не получается в этом бою. Довольно плотный контрят. Мои действия, хоть и даже здесь залетает это самое оглушение хорошее, качественное. Но этого очень и очень мало против такой Теслы, которая, ну, просто доминирует, нагибает, уничтожает, разваливает. Все, что хочет, делает. Ой-ой-ой, как же я жестко сейчас уничтожил. Только это было уже после того времени, которое было мне необходимо. Ну, что я могу сказать? Ну, это габелла какая-то. Просто габелла. Ну, я-то понимаю, что такие катки мы не можем исключать из нашего матчмейкинга, да. И такие мы тоже должны показывать. Что не всегда получается все супер круто, да, как вы говорите, что там у меня там каждый бой залетают изевые бои и все получается. Нет, далеко не так все происходит. Вы видите, что здесь, например, оппонент контрит, плюс есть контр-устройство. Это зря, конечно, сделал. Ну, я уже больше половины боя не могу реализовать свой овердрайв. И попробовал здесь что-то зарубить, но не получилось. 4-0 летим. 4-0 летим за 4 минуты. Полный провал по бою. Полный провал. Ничего абсолютно не получается. Да, есть шикарное устройство, которое стопит оппонента. Но любой иммунитет это дело сразу контрит и разрушает всю мою комбинацию. Не знаю, что здесь мы можем сделать. Скорее всего, эта катка уже обречена на успех. Постараемся, конечно, сейчас что-то. Что-то еще здесь сделать. Застопить хотя бы. Топ есть. Добавка есть. Еще добавка есть. Ну, и то нас все равно уничтожают. И, походу, противник ставит пятый. Или тиммейты там борются. Нет, все равно ставят пятый. Бесшансовая. Просто бесшансовая катка. Я думаю, что даже стоит, наверное, сыграть еще одну катку в регби. Ну, я думаю, что мы сыграем сейчас захват флага. Потом вернемся в еще одну катку в регби. Ну что, эта катка, по сути, ну, вообще ничего не показала. Я 14 раз помер за бой. 14 раз. Это очень много. Это очень много. И, по сути, ну, если бы, наверное, чуть более подходящая, конкурентоспособная команда была бы, то ситуация могла бы немножко в другую сторону повернуться. Но это надо все дело протестировать. Да, понятное дело, что здесь у нас ничего не пошло. Надо сыграть, значит, еще один бой и там уже посмотреть, получится ли у меня как-то... как-то что-то показать или же не получится. Ну и что ты делаешь? Чел кидает мяч в килл-зону, когда при этом он летит со счетом 5-0. Гений мысли. Просто гений. Что я могу сказать? Гений игры. Попробуем сейчас дать сводочку. Хотя бы уничтожить одного. Накинул бы по второму еще урончику. Так, давайте попробуем застопить. Сейчас со сводки надо еще один стоп. Ну и там уже... Хоппера Тесла улетает. И доставляет. Ну, вообще бесшансовая. Бесшансовая. Я один на один всегда проигрываю перестрелку Хоппера Тесли. И при этом еще у этой Хоппера Теслы есть резистострайкер. То есть у меня шансов на ее уничтожение... Ну, процентов 5, наверное. Это если там крит какой-нибудь дропнет или ХП у него будет немного. Так, один в один. Это вообще невозможно переиграть. Не контрится. Не контрится. Еще один иммунитет. От оглушения. Еще раз я ухожу на рез. 12 секунд до конца. И полная провальная слитая катка. Таких каток я смотрю, что у нас в последнее время в матчмейкинге становятся все больше и больше. Именно попадаются они под запись видеоролика. Да. Да. Именно так. Летел во второй бой. Меняем режим. Идем в захват флага. Хотя у нас была по сути одна из лучших карт для регби. Да. И у нас вообще ничего не получилось сделать. С одной стороны очень странно. С другой стороны вот вам матчмейкинг. В котором даже при каких-то интересных комбинациях, которые должны работать, есть оппоненты, которые вас могут просто уничтожать в ноль. Контрить. И не давать вам вообще ничего практически сделать в матчмейкинговом бою. Так. Ну, здесь у нас уже второй бой. Дюссельдорчик. Захват флага. Задача определенно простая. Сыграть на подборах, на увозах. К слову, почему я именно взял бустера, да? Ну, понятное дело, что мне бы хотелось бы побольше, чтобы здесь наносить урона. Уничтожать оппонента, да? Можно было бы взять, конечно, и того же ловкача. И за счет скорости работать на увозах. И в регби там на мячах. Но, я не знаю. До сих пор считаю, что в таких боях все равно от бустера будет больше толку, больше смысла. Противник там постоянно уезжает. Мы кого-то там застопили на фасоточка. Так, мы попробуем сейчас доставочку дать. Доставочку дать. Тесла. Ой-ой-ой, Тесла. Ой-ой-ой, Тесла. Как больно. Еще и у него иммунитет, да? А, нет. У него иммунитета нет. Я просто не успел выдать ракету. Там ракета уже полетела тогда, когда я полноценно умер, да? Угу. Ну, ладно. И такое бывает. Так, наш хоппер увозит. Похоже, на довольно простую доставку. Ну, вот видите. Бой на бой не приходится. Здесь бой со слабым оппонентом, да? В чем же смысл этого устройства до конца, да? Если так вдуматься. Все очень легко работает. Если вы даете, например, оглушение, второй ракетой добиваете оппонента. Не всегда, конечно, это реально сделать. Не всегда вы уничтожите со второй ракеты. Но, если вы стреляете по легким танкам, либо по средним, у которых нет ДАшки, то практически всегда это будет работать. Так, делаем увоз через центр. У меня еще, по всему прочему, есть овердрайв, если что. Если вдруг кто-то меня будет догонять, влетать, стараться нагибать. Так вот, например, мы можем сделать, объехать его, ну и все. И потиху-потиху уплыть даже на кулдауне по расходочке. Здесь вроде никого нету. Можно потихонечку-потихонечку на доставочку доехать. Может здесь еще какую-нибудь сводочку дать. Выстрел какой-нибудь. Доставки промазал. Третья доставка. Но эта катка как будто не похожа на Дюссельдорф. Вот видите, какие есть бои. В одном бою, где у меня вообще ничего не получается сделать. А второй бой, где как будто и противника нет. Да? Просто влетаешь и постоянно все получается. Какие-то слабенькие ребятки. Вот вам и матчмейкинг. Перспективный матчмейкинг. Давайте попробуем вот эту Теслу уничтожить. Получится, не получится. Сводочку еще одну дать. Хорошо, посадили на пятую точку. Доставка есть. Ай-яй-яй-яй-яй, промазал. Промазал по флагу. Поторопился немножко. Давно уже не играл на хоппере. Видите, корпус немножко поменяли. Масса стала поменьше. Управлять стало чуть потяжелее. И вместо того, чтобы дать красивый подборчик и увести, я просто в пустую прожал овердрайв. Ну, благо здесь он копится довольно быстро. Поэтому, наверное, ничего такого сверх плохого в этой ситуации не произошло. Так, поэтому давайте продолжать. Давайте продолжать. Так. Воспика уничтожили. Можно было бы даже, конечно, и без сводки его слить. И тогда у меня бы, скорее всего, подсейвилось побольше хп. Но, когда ты уже начинаешь сводиться, отжать эту кнопку тяжело. Тяжело ее отжать. Откровенно говоря, тяжеловат. Поэтому уже досводился до конца. 2.45 минуты. Ну, по сути, наверное, даже досрочку здесь можем сделать в этой катке. Так. Сводочка была бы хорошая. Ну, как всегда, кто-то здесь ее перекрывает. Викорик ей. Сводочку даем. Стопим. Отлично. И уничтожаем. К слову, еще, что я хотел бы сказать. Вот это вот первая катка, да. И режим регби. В регби довольно часто встречаются у нас иммунитеты от оглушения. Потому что там ребята играют на хопперах. И на устройствах, которые оглушают, чтобы забирать вот эти вот самые мячи. А вот в CTF-ке и в даже условном штурме, да. Резистов от оглушения довольно-таки мало. Соответственно, в этих режимах уже использовать это устройство намного-намного выгоднее. Намного актуальнее. Потому что вообще, по сути, это устройство очень крутое. Очень крутое. Очень бесячее. Может быть, порой оно не так эффективно работает на очки. Но если оно у вас есть в команде, и это даже, ну, при этом у вас, например, есть, там, тот же Эмми устройство на Гаусс, там, или еще какое-нибудь устройство на пробитие. И да, и противник уже должен выбирать, что ему брать. Иммунитет от оглушения, иммунитет от пробития, или иммунитет от Эмми. Но у вас есть какие-то два, может, даже три разных устройства. То в совокупности вы будете всегда в плюсе. И, например, если вы будете играть в группе, это вам всегда будет окупаться. Да, может быть, как я уже сказал, не так жестко по очкам в плюсе вы будете. Но в плане победы, да, и актуальности для нагиба, оно будет всегда работать. Всегда. Ну и, как правило, на доставках, на увозах, в том же регби, в захвате флага, бывают моменты, когда нужно отключить оппонента. Подобрать, например, у него мяч. Либо вернуть флаг в ЦТФ, либо просто оглушить, чтобы увести флаг. И эта комбина становится очень-очень качественной и рабочей. Так, у нас 30 секунд до конца. Я так понимаю, что мы уже близки к доставке последнего флага. Если его сейчас не вернут, если возвращают, то можно попытаться увести. Нет, там подбор от наших тиммейтов. Давайте попробуем сейчас уничтожить кого-нибудь еще. А, нет, вернули. Вернули, но попробуем увести сейчас. По идее, а, нет, у меня уже времени не хватит. Может, 5 секунд до конца. Ну, неплохо, неплохо. Там был у нас еще один молодой человек, я должен был быть, по сути, на втором месте в этой катке. Он вылетел или вышел, не знаю, что там у него произошло. Но я оказался на первом месте. 14 киллов. Да, не сказать, что прям супер, не сказать, что прям великолепно. Но неплохо, неплохо, неплохо. Работа, которая должна быть с таким сочетанием, она и есть. Она присутствует. Пробуем сыграть еще одну попыточку в регби. Здесь у нас нет ни одного иммунитета от оглушения. Это значит, что моя комбинация должна очень грамотно и эффективно работать. И еще один плюс, о котором я не сказал. О том, что это устройство работает же как сплэш урон, правильно? А сплэшом можно даже и 2 танка зацепить, и 3 танка зацепить, если они стоят рано. И всех их полноценненько, красивенько оглушить. Так, пробуем, пробуем доставить. Получится, не получится. Опять эти хоппера Тесла. Опять эти хоппера Тесла. Ну, благо, здесь хотя бы нет иммунитета от оглушения у этой хоппера Теслы. Значит, что у меня есть шанс ее практически всегда контрить и сажать на это оглушение. Ну, здесь у меня и команда хорошая. Конкурирующая попалась, которая будет мне помогать выигрывать эту катку. Не успел я чуть-чуть быстрее свестись. На страйкере Гаусс оказался. Могли его обломать. Гаусс оказался быстрее, да? Могли его обломать очень хорошо на сводку. Вон, у него бы вся сводка слетела. И, может быть, даже появился бы неплохой шансик на доставочку. Так, здесь мы сразу стопим и добиваем. Шафт при этом тоже сводится один, шафт сводится второй. Пока что не получается доставить, но у меня уже есть оверка. Да, сейчас чуть-чуть получше тайминг поймать. Можно будет уже первую доставку оформлять. Что у меня есть идеальный корпус для доставочки. Так, шафты целятся. Сводка летит, а залетает сводка не в того, в кого я целился. Ну, в общем и целом, все как всегда. Так, теперь на легких минимальных стрейфах уничтожаем одного шафта. Тут противничек тоже на сводочках работает. Смогу, не смогу доставить. По идее, должен. Да, есть. Хорошая. Хорошая, быстренькая первая доставочка. Ну, не быстрая, конечно. Две минуты потребовалось, но доставка есть. Это уже на один мяч больше, чем в прошлой катке в Рейве. Это уже результат. Пробуем тащить дальше. Пробуем тащить дальше. Здесь Тесла. Давайте мы ее сразу стопим. Добить я ее не добил, к сожалению. Так, ну, пробуем сейчас еще здесь на стопе. Еще, может быть, даже на стопе разок. Нет, на стопе еще разок не получится. Мамонт овердрайв прожал. Очень хорошо, что он его прожал. Очень хорошо, что он прожал его прямо сейчас. И вот у нас уже появился первый иммунитет поглушения. И этот иммунитет как раз-таки у вот этого мамонта. И это очень-очень плохо. Так, быстро хоппера сажаем на пятую точку. Подборчик за мной. Шар на прицеле работает. Мне вообще надо этого хоппера как-то будет... Ой, вернее, не хоппера, а мамонта как-то надо будет объезжать. По-быстрому. Но можно его, конечно, и так затыкать. Обычными выстрелами затыкать. И на легком стрифе обходить. Накопим, я думаю, что сейчас овердрайв. И на верочку уже через верх центральной доставим. Сделаем все без риска. Да, есть хоппера Тенсла, которая попытается сейчас что-то сделать. Ну, мы ее сейчас быстренько законтрим. Уничтожим. Мамонта Твинс летит на гусях. Но его мы объезжаем. И теперь я думаю, что можно будет даже быстренько вылетать. Вылетать полет Феникса. Полет Феникса и... Ай-яй-яй-яй-яй! Как зацепило! Тесла! Тесла, Тесла, Тесла. Но это было очень жестко. Это было очень жестко. И это было очень обидно. Если честно. Это обидно. Когда такая ситуация происходит. Меня Мамонт пытается контрить. Да, это была доставочка. Это была уверенная моя красивая доставочка. Ну, к сожалению, не получилось. К слову, это устройство... Довольно у большого количества игроков должно быть. Потому что оно было в челлендже. Да. Но я так вижу, в последнее время его в матчмейкинге очень мало кто использует. Соответственно, это большая недооценка. Большая недооценка. В любой группе, в которой вы играете, если у вас есть такое устройство в команде, это только и только плюс. Только и только плюс. Если вы играете на команду и хотите, чтобы ваша команда выигрывала, то если в ней будет вот этот вот замечательный страйкерочек, который будет наваливать и уничтожать, и стопить, и все просто творить для вашей тимы, это только и только плюс. Вот сейчас у вас шафт летит. Ну, скорее всего, он там ничего не доставит. 90% у меня. Мы до сих пор ведем 1-0. И чтобы все это дело закрепить, мне бы хотелось бы доставить еще один. Блин, надеюсь, сейчас викинг не подберет. У меня будет открытый отличный шанс. Отличный шанс для доставочки. Для доставочки. Хантер, хантер, хантер. Хорошо, шикарно. Хантер, чуть-чуть. Затормозил. Так, 2-0, 2 минуты до конца. 2-0, 2 минуты до конца. Попробовать доставить еще один. Но, как вы видите, без овердрайва доставлять крайне сложно. Крайне сложно. Здесь я уже решил без свод кидать. Мамонт едет. Мамонт едет подбирать. Лаксерва. Так, мне нужно, конечно же, этот мяч куда-нибудь, куда-нибудь подальше докинуть. Мне даже... Ну, можно было, конечно, попробовать здесь доставлять. Но, скорее всего, у меня ничего не получилось. Мне нужен овердрайв. Сейчас вот мы полноценный овердрайв накопим. И тогда у меня еще будет где-то секунд 30. Будет одна хорошая попытка на доставку. Если я ее реализую, будет супер. Если нет, ну, тогда. На нет и сюда нет. 70%. 50 секунд. Шафт целится. Не попадает. Очень хорошо. Магнум. Тоже не попадает. Отлично. На сейвах работаем. На аккуратном. На аккуратном работаем. Можно даже, наверное, скинуть еще один мяч. Все делаем максимально, грамотно, аккуратно и исключительно для того, чтобы выиграть катку. Нам не нужен дополнительный риск. Нам не надо отдавать противнику возможность на доставку. И вот сейчас, когда у меня уже овердрайв у самого имеется, мы можем сейчас попробовать оформить эту самую замечательную доставочку. Но, к сожалению, у меня шафт треспит. Ну, даже 2-0 это хороший счет. Это отличный счет. Можно было попробовать третью. Но в той катке, где у меня команда особо мне сильно жестко не саппортит. Двух мячей против неплохого оппонента. Это довольно хороший результат. Поэтому, друзья, как-то так. По устройству, что я могу сказать? Наверное, уже все сказал. Понятное дело, что если бы я выбирал бы, то я выбирал бы дистанционный подрыв. Потому что я считаю, что сейчас лучшего устройства нету вообще в этой игре. Оно очень сложно. Но при этом, если вы умеете на нем играть, то оно себя окупает на 400%. Но, что касаемо обездвиживых боеголовок. Как только противник одевает иммунитет от оглушения, все заканчивается. Пока его нету. Это очень крутое устройство. Так же самое и работает бронебойная боеголовочка, которая дает пробитие. Поэтому, выбор за вами. Играть на этом или нет. Но, мой вам совет. Против не видеть иммунитета от оглушения. Берете сразу это устройство. И показываете, кто должен наваливать в режиме регби. В том же CTF. Или, например, в штурме за атаку. Во всех этих трех режимах это устройство будет давать плоды и красиво себя показывать. У меня, друзья, на этом все. Обязательно поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Вы нажимаете на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok